Придумываете многочлен, у которого есть старший коэффициент ради единицы, и при этом есть отрицательный коэффициент. А у любой степень все коэффициенты больше или равны нет. У него есть отрицательный коэффициент, а при возведении в степень он исчезает. В прямом смысле. В прямом смысле. Если перемножить многочлен на многочлен, то исчезнет. И в кубе исчезнет, и в четвертой степени исчезнет. Достаточно проверить про квадрат и куб, потому что любая следующая степень из них получается уже перемножение. Ну вот забавно, что отрицательный коэффициент был, а куда ты исчезнет? Или такого не бывает? Идея из заключения. Вот давайте возьмем, например, член такой. Во-первых, понятно, что разумно взять свободный член какой-нибудь положительный. Потому что иначе в степени он будет то положительный, то отрицательный, будет плохо. Берем свободный член равный единице. Давайте возьмем, что это будет многочлен х в четвертых. И дальше, смотрите, какая идея. Плюс х в кубе, плюс х и минус альфа х в квадрат. Вот она идея. Теперь вопрос. А каким брать альфа? Ответ. Маленький-маленький. Однотысячная. Что-нибудь такое. Вопрос. Почему все получится? Ответ. А давайте мы это запишем в следующем образом. Х в четвертых плюс х в кубе плюс х плюс один. Вот это обозначим f. Минус альфа х в квадрате. Понятная идея? Понятно или непонятно? И давайте возводим в степень именно это. Так, все понимают, что достаточно проверить вторую и третью. Потому что четвертая степь – это вторая на вторую. Пятая степь – вторая на третью. Шестая степь – третья на третью. Ну и так далее. Достаточно проверить вторую и третью. Что такое вторая степь? Понятно, что такое. f минус альфа х в квадрате. Это f в квадрате. минус 2f х в квадрате плюс альфа квадрат х в четвертой. Альфа, 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 да. Ребята, вот это вообще положено, так что оно никому не мешает. Вот это может мешать. Но смотрите, как оно мешает. Ведь f-то, мы помним, на самом деле вот эта штука – это минус 2 альфа умножить на х в шестой, х в пятой, х в кубе и х в квадрате. Согласны? Если сделать альфа меньше, чем 1 вторая, то все будет хорошо. Если проверить, что у х квадрата, у х квадрата, все коэффициенты не меньше единицы, то все будет хорошо. Давайте поймем, почему у них у всех коэффициенты не меньше единицы. Понятно почему. Как получается х в квадрате, по квадратам этого. Как получается х в кубе, вот это. Как получается х в четвертый, вот отсюда. это произведение. Как получается х в пятом? Как получается х в пятом? Вот так. Как получается х в шестой? Вот это в квадрате. Как получается х в седьмом? Вот это нам уже не нужно. Все? Все. И ровно так же для куба. Ну, конечно, для куба более скучно, но тем не менее, по сути, так же. Что здесь у нас получается? f в квадрате, альфа х в квадрате, плюс 3f альфа х, альфа квадрат х в четвертой, и минус альфа куб х в шестой. Что опять нужно проверить? Что у многочлена f в кубе все коэффициенты не меньше единицы. Ребят, может я это не буду делать? Честное слово, это как? Все. А они маленькие. Маленькие-маленькие. Альфы еще отрицательные будут. Нет, альфа у нас положительная. Альфа положительная числа. А в качестве альфа берем одну тысячную. Ну, или одну пятисотую. Не важно. Одну миллионную. Какая вам больше? Важно, что у f все коэффициенты целые. И поэтому, если проверить, что они все не нули, а все они не нули, потому что из этих чисел можно скомпоновать, когда перемножаете. Вот. Вот и все. То есть задача у нас не сложная. Продолжение следует.